доброе утро дорогие друзья сегодня суббота 25 апреля вы смотрите и слушайте 10 выпуск программы утренний соловей 10 выпусков это уже повод но не для гордости конечно для небольшого я бы сказал микро юбилея и я очень признателен за то что вы все это время были со мной что вы откликались на то что я делаю что вы мне писали что вы мне давали советы я очень ценю ваши советы я всегда внимательно читал и советы отзывы и еще вот это вот общение с вами с моими зрителями уважаемыми было мне чрезвычайно важно для того чтобы понять общественную потребность которой сейчас живет россия то есть в чем испытывают потребность люди что им надо моя хорошая знакомая очень известный стоматолог татьяна симакова на днях сказала мне что я выполняю роль социального психотерапевта она даже добавила по аналогии с медициной главного социального психотерапевта россии это конечно более чем серьезное преувеличение хотя в каком-то смысле социальной психотерапии я занимаюсь я полагаю вы прекрасно понимаете что это вообще-то не мое дело я занимаюсь этим потому что этим не занимается наше государство она не выполняет свою главную одну из базовых функций говорить с обществом причем не просто говорить с обществом она говорит с обществом но как цедит слова через губу мол мы знаем как вам надо вы хлебеи плебеи холопы слушайте что говорят вам начальники говорить с людьми надо по-человечески понять что людей беспокоит и постараться ответить на их обеспокоенности постараться ответить нормальным человеческим языком они тем хамским тоном сверху в взглядом сверху вниз которым нам отвечает наша власть и наше государство можно сказать она пытается она это государство говорит с нами через телевидение пытается ли говорить нет она направляет на нас фокус своей пропагандистской машины я вот последние два выпуска рассказывал о том как ты вы манипулирует людьми но вы даже не вслушиваясь содержание не вслушиваясь содержание того что говорят нам извините за тавтологию говорящие головы отечественного телевидения все эти дневные вечерние мудозвоны по которым плачет статья уголовного кодекса о разжигании розни и провоцирование войны так вот вслушайтесь в тон когда вы смотрите какие-нибудь новостные аналитические репортажи они всегда сопровождаются тревожной музыкой а то он обсуждения тон дикторов тон экспертов или тон так называемых шо кто ток-шоу он такой истерический взвинченной что-то с чудовищное происходит надо торопиться даже еще раз подчеркну не вслушиваясь и не выглядывая в содержание эти передачи формируют у нас ощущение нервозности тревоги они выбивают нас из колеи так вот я хочу вам сказать что это делается намеренно и о том что человеком который находится в растерянности гораздо легче управлять гораздо легче манипулировать его можно направить его мысли и стремление в нужное русло нужное для кого ну на ум хомский есть такой американский очень известный лингвист и социолингвист чек левых взглядов он вот этих кому выгодно назвал властители дискурса так вот властители дискурса могут направить наши эмоции нужное чувство их эти эмоции мысли легче направлять если людей сначала выведут из состояния равновесия и слегка напугают и тогда люди ведут себя вот когда они напуганы подобно маленьким детям которые прячутся за мамкиной юбкой от какой-то угрозы от какого-то бяки который может жить у них под кроватью кстати мы в этом смысле не очень отличаемся честно скажу от маленьких детей а как это делает телевидение какой на прием использует вот вспомните еще недавний рефрен если мы это сделаем мы вернемся в 90-е годы эти ужасные 90-е годы эти проклятые 90-е годы кстати действительно общество с 90-ми годами связаны очень тяжелые ассоциации или вы что хотите чтобы было как в украине не дай бог не допустить майдана и делается вывод какой если вы не хотите вернуться в 90-е годы если вы не хотите чтобы было как на украине то вы должны поддерживать статус-кво да это плохая власть но плохая погода лучше отсутствие всякой погоды да у нас нет фактически выборов у нас нет конкуренции у нас нет того сил но вы же не хотите вернуться в 90-е годы и вот так нас телевидение нервировала запугивала последние десятилетия особенно активно и обыскал даже последние шесть лет с нарастающей силы и что же в итоге вот сейчас двадцатый год на дворе а мы с вами оказались именно в 90-х годах но если быть уж совершенно точным в 2000 году по уровню нефтяных цен по уровню наших доходов более того если пересчитывать среднюю зарплату сейчас доллары то вот сейчас двадцатом году она меньше чем 2000 по уровню хаотизации жизни только вот будущего нет вот в двухтысячном году было очень тревожно но казалось что есть будущее сейчас будущем с картиной будущего с образом очень скверно как моя девяносто однолетняя мама сказала бы в таком случае ну вот то докерувались действительно докерувались 20 лет как коту по хвост и телевидение все еще нас пытается убедить в том что нет нет все равно лучше ну да лучше конечно нас же не бьют пока по головам прямом смысле слова да мы же еще не падаем на улице с голода хотя многие люди уже жалуются на то что им нечем кормить свои семьи но вы прекрасно понимаете что эти филиппики в адрес российской пропаганды они может быть и точны но особого смысла не имеют и собственно говоря моя задача не в том чтобы заклеймить пропаганду а в том чтобы объяснить вам как все это делается и поскольку сегодня все же суббота я хочу чтобы ваше настроение стало чуть-чуть лучше может быть мне удастся это сделать рассказал вам следующую историю она кстати связана как раз манипуляции с вопросом который мне часто задают а вот вы сами наверное же прибегаете к манипуляции ну я в общем виде говорю что все люди используют манипуляцию манипуляция встроена в социальную ткань нашей жизни но вам расскажу как я это делаю и вам покажу на своем примере что очень часто манипуляции бывает во благо я вот пока был университетским преподавателем сталкивался с естественной для любого препода школьного институтского проблемы как привлечь внимание своих студентов как заставить их посещать мои лекционные курсы мои занятия и вот расскажу какому приему и прибегал да ну кстати здесь понятно что надо их там общими словами заинтересовать показать им что-то такое что привлекло бы их внимание возможно непроизвольное а потом это непроизвольное внимание переросло в произвольные то есть чтобы у них появилась привычка посещения моих занятий ну это знают все учителя все институтские преподаватели так вот я на приходя на свою первую лекцию окидывал взглядом зал в основном у меня учились девочки наверно процентов 70-80 все они хороши ну как хорошо обаяние свежесть молодости молодых людей было процентов 15-20 в лучшем случае тем рассказывал о том чем будет посвящен курс о том что он будет посвящен влиянию тому как масс-медиа то есть средства массовой информации влияет на общество и говорю что эти знания пригодны практической жизни потому что в том числе что в нашем обыденном общении или говоря академическим языком межличностные коммуникации мы с вами используем часто те же самые прием и говорю что от этого знания будут большая практическая польза ну надо же это продемонстрировать что польза будет и тут значит окидывая взглядом аудитории говорю вот барышня какой простейший способ повлиять на мужчину ну какой ответ я слышу чаще всего даже почти все готовы надо заплакать грида можно заплакать это сильный манипулятивный прием но именно потому что он сильный им нельзя пользоваться постоянно потому что вы раз заплачете второе потом ваши слезы начнут раздражать ну да правильно тогда что же надо сделать о надо сделать мужчине комплимент это вызывает у девушек всегда недоумение почему что почему вдруг комплимент я им объясняю дело в том что наша культура российской организована таким образом что у нас комплименты принято говорить девушкам и женщин они к этому привыкли они привыкли с молодых лет и они все эти комплименты делят на 10 а то или на 100 понимаешь что иногда они говорят со частого сердца чистого сердца но нередко мужчины юноши преследует какую-то цель да и кстати почему вот именно об этом важно говорить в том что студенты мы вообще молодые люди они очень много времени уделяют между отношения между полами ну давайте так назовем я думаю что вспомню свою молодость вы подтвердите мои слова поэтому их естественно интересует как повлиять на мужчины молодых людей так вот у девочек наших барышей и у женщин есть иммунитет комплиментом а вот в нашей культуре мужчинам и мальчикам не принято говорить комплименты вообще не принято говорить хорошие лучшем случае тебя потреплет по плечу и скажут молодец вообще в нашей культуре не очень принято хвалить к сожалению людей детей пока ты все делаешь хорошо это никто не замечает и замечает только тогда когда у тебя что-то происходит плохо вот тогда на тебя набрасывается свора разъяренных собак я думаю по своей работе вы это знаете так вот скажите молодым людям комплимент причем комплимент это не нечто не искренне всегда есть за что похвалить человек например как интересно ты рассказываешь какие у тебя глубокие знания как на тебе хорошо сидит это рубашка это футболка а ты разбираешься футболе мог бы мне объяснить что-то вот проявите минимальную заинтересованность поскольку молодых людей нет иммунитета комплимента то все что вы им скажете даже если это будет не тонкий комплимент а грубая лесть скажу с сожалением в адрес мужского пола мужчин более примитивно чем женщины они это воспримут за чистую монету и тогда вы можете на них влиять ну или просто добиться хороших отношений с ним а повлиять это как ну допустим там на третьем ходу вы можете сказать вот не мог бы ты мне помочь с рефератом ну или вот разобраться с этой темой или попросите какую-то помощь но это совсем не обязательно манипуляция этот совсем не обязательно комплимент должен заканчиваться каким-то манипулятивным результатом и вот мои студенты это слушают с изумлением смотрят на меня вдруг понимать что такая простая очевидная вещь оказывается им не приходило в голову что и можно использовать а вот это было с моей стороны манипуляция как раз потому что тем самым они проникались убеждением что курс который я читаю принесет практическую пользу то есть он их оснастить снабдить не только теоретическими знаниями а он снабдит их инструментальными знаниями которые им будут полезны в их жизнь улыбнулись и в заключение несколько цитат на этот раз не из синеки не из библии из гильберта честертона это был такой очень известный британский писатель и публицист и он кроме повести и романов написал еще серию замечательных с вот это и вот я вам прочитаю фрагмент из его эссе несколько слов о простоте одна простота важно простота сердца если мы ее утратим ее вернут не сырые овощи и не лечебное белье а слезы трепет и пламя если она жива ей не помешает удобное старое кресло я покорно приму сигары я смирюсь перед бургундским я соглашусь сесть в такси если они помогут мне сохранить удивление страх и радость я не думаю что только они помогают сохранить эти чувства по-видимому есть и другие методы но мне ни к чему простота в которой нет ни удивления ни страха ни радости здесь как и во многом другом ребенок лучший учитель самая суть ребенка в том что он девясь страшась и радуясь не различает простого и сложного естественного искусственного и дерево и фонарь естественны для него вернее оба сверхъестественны на диком деревенском лугу мальчик играет железную дорогу и прав ведь паровоз плох не тем что уродлив и не тем что дорог и не тем что опасен а тем что мы в него не играем беда не в том что машин все больше а в том что люди стали машины нам нужно не обычая менять и не привычки а точку зрения веру взгляд если мы правильно увидим долг и долю человека жизнь наша станет простой в единственно важном смысле слова всякий прост когда искренне верит надеется и любит вот лучшее правило жизни и лучший врачебный совет здоровье как и сила и красота и благодать дается тому кто думает о другом пожалуйста берегите себя своих родных и близких спасибо за то что были со мной а я остаюсь с вами тех кто заинтересован посетить мою онлайн лекцию присоединиться к ней внизу в описании этого ролика вы найдете ссылку обращаю ваше внимание что лекция будет 30 апреля но продажи билетов продажу подключения мы закрываем 28 апреля потому что спрос очень большой иначе мы технически не сможем справиться если не завершим 28 апреля спасибо вам еще раз большое и до встречи